Добрый день дорогие друзья, гости на моем канале. Я как всегда рада вас приветствовать. Сегодня я хочу по-быстрому показать вам, что у меня тут на полочках. Цветет, что не цветет. В общем-то, кому интересно, присоединяйтесь. Самая первая красавица это химера Аргентина Белецкая. Пестролистная розетка, цветочки синего цвета и по лепесткам идет белая контрастная полоса. Химера цветет всегда шапочкой, цветы долго держатся свежими, несмотря на то, что на цветах не присутствует никакой зеленой рюши. Цветоносы, я бы не сказала, что они крепкие, но они короткие и поэтому цветочки, в общем-то, аккуратненько так ложатся на розеточку. Вот, такая вот красотень. Чтобы размножить эту химеру, розетки нужно рубить голову. Фиалочка сама плохо посынкуется, а вернее, у меня вообще никогда не посынкуется. Цветоносом у меня не получается размножать эту химеру, слишком маленькие прилистники. В общем-то, только мучить, рубить голову. Вот, но мне всегда как-то жалко. Поэтому в продаже именно вот химеры Аргентина у меня всегда там один, максимум два пасынка бывает. Вот так, вот так. Вот эта красавица, это Ле Зоряный Сяйва. Вернее, как правильно, Ле Зоряный Сяйва. Вот такие вот красивые цветы анютки. Пестролистная розеточка. Такая вот интересная, красивая пестролистность. Иногда бывает так, что листочки вообще белые. Когда начинает взрослеть фиалочка, тогда листочки начинают зеленеть. Вот здесь вот видно, да? Вот. Вот это цветение, это первое цветение, поэтому не очень, да? Ну, скудненькое такое. Но вообще этот сорт способен на более такое обильное цветение. Обычно у меня сорт очень красиво, обильно цветет со второго раза. То есть, вот сейчас по-хорошему вот эти цветочки можно убрать. Вот. И буквально через полтора месяца фиалочка зацветет вновь и зацветет более пышно. Так, вот там у меня цветет красавица RM Ростепь Самоцветов. Долго я думала оставлять этот сорт в коллекции или нет. Но все-таки оставила. Вообще мне в этом сорте нравится абсолютно все. Красивая розетка. Цветение всегда обильное. Вот таким вот букетиком. Цветоносцы не слабые. То есть, да, они, ну, когда цветы цветет уже долго, они могут вот так вот, ну, наклоняться, да, вниз. А вообще вот букетик. Очень сложно мне этот сорт сфотографировать всегда, потому что здесь по лепесткам присутствуют такие вот горохи розового цвета, как свечение получается. И, в общем-то, не всегда камера передает правильно цветы. Поэтому я вот как-то всегда мне сложно показать, какой красивый сорт это в реале. Смотрите, какие крупные цветы, звезды, гофрированные такие края лепестков. Вот, с первого раза этот сорт часто цветет без розовых горохов по лепесткам. Но со второго, с третьего раза, в общем-то, все сортовые особенности присутствуют. Вот, и в прохладе, если выращивать в прохладных условиях, то, в общем-то, цветы более такие яркого цвета. Вот, в общем-то, это сорт, с которым нужно играть. Поэтому, если вы любите такие сорта, то я вам его советую. Если же нет, тогда выбирайте что-то более проще, да. Здесь цветет РМ павлина, вот такими вот красивыми анютками полумахровыми. Вот, красота. Так, здесь нужно переукоренять РМ хрустальный перезвон. Уже вот мелкие цветы, уже забитая серединка. В общем-то, все признаки того, что розетку нужно переукоренять. В чистом торфе, на фитиле, посмотрите, какие корешки. Я сейчас даже не делаю просушку между поливами. Вот, то есть, увидела, что водичка в контейнере заканчивается. И доливаю. Ничего, фиалки растут и отлично себя чувствуют. Так, здесь инкалилон лила начинает зацветать уже по третьему разу. Тоже уже пора розеточку омолаживать. Ну, думаю, ладно, пусть пока подцветет. Здесь еще и времени как-то нет на вот эти все процедуры. Моя любимая ватсинечка зацветает. Смотрите, какая розеточка, как юпочка. Листочки такие. Вот, у меня две таких розетки. Обе цветут по сорту. Но у одной розетки пошли темные пятна по листу. То есть, это говорит о том, что, скорее всего, со временем фиалочка, возможно, не будет свисти по сорту. Вот, поэтому буду сейчас укоренять светлые листочки. И выращивать еще дополнительно деток. Вот, чтобы у меня ватсинечка была. Это такой капризный сорт. И я всегда держу две-три розеточки в дублях. Так, здесь у меня ривермисты. Еще не цвели. Вот, я только недавно их перевалила со стаканчика в горшочки, пока не на фитиле. Полив с поддона. Так. Здесь у меня расцветает РМ Ягодный Мармелад. Смотрите, какая красота. Какие цветы красивые. Это первое цветение у розеточки. Поэтому цветоносы такие. Но они крепкие, просто высоковаты. Вот, а возможно, на каком-то этапе просто освещения не хватило. Вот, тут у меня есть пасынок. Я сначала хотела его убрать, а потом решила оставить. Потому что сорт очень спортивный. И, в общем-то, с пасынков размножать его лучше. Так, здесь очаровательные глазки тоже уже доцветают. Сейчас вот еще полюбуюсь и тоже буду переукоренять. Вот эта дамасская роза начинает зацветать. Вот, тоже переращивала этот сорт с листика заново. И вот у этой розеточки первое цветение. Вот. Очень классный такой сорт. Долго цветет. Но плохо наращивает листовую массу. Поэтому вот это обильное цветение, длительное, в общем-то, пропадает с серединка. Тоже я бы советовала этот сорт держать всегда в дублях. На всякий случай. Так, здесь у меня вот такая вот красота. Это трейлер РС Тайна Ниагара. Смотрите, какой цветун. Вот эта розеточка у меня пока что не хочет расти как трейлер. Поэтому я переращиваю с листика. Вот. И там уже детки с вытянутым стволиком. Там уже у меня 100% получится вырастить как трейлер. Ну, а это моя новинка. Это Химера Психоделик Шоу. Смотрите, какие яркие, красивые цветы. Вообще обалденные. Это первое цветение у розетки. И бутонов, ну, цветоносов, да, очень много. То есть, классно так наращивает листовую массу Химерка. И с первого раза отлично цветет. Здесь у меня Сесси Систер. Это Настя мне присылала. Вот. Потом отдельно покажу вам в сравнении мою линию Сесси Систер. И вот Настя. Ну, так плохо фокусируется. Вот, красоточка. С этой розеткой можно работать. Не страшно. Она не забивается так, как моя Сесси Систер. Ну, это отдельная тема. Очень красивые цветочки. Они еще не очень махровые, потому что это первое цветение. Но видно, что сорт классный. Цветет долго. Вот. И занимает мало места. Так, это у меня моя новинка от Наташи Булко. Я летом посылочку от нее получала. Ник Королевский Лотос. Это Наташин сорт. Еще не цвел пока что. Вот. Но надеюсь, процветет по сорту. Потому что Наташа мне высылала пасы. Скажу вам еще Спринг Роуз. Вот. Такие цветочки. Зеленые розочки. И белая серединка. Розетка крупная, но ровная. Аккуратненькая такая. Это фиалочка зацветает первый раз после переукоренения. А вообще цветет более обильно. Там у меня ледяной дождь. ЛФ Ледяной Дождь. Вот. Видите? Какая розеточка. Уже тоже надо переукоренять. Вот. Она снова собралась цвести. Так. Это моя менюшка. СК Афродита. Тоже розетку уже после цветения нужно будет омолаживать. Смотрите, сколько много цветоносов. Будет долго цвести. До Нового Года. Так. Здесь Эв Кузнечик. Вот такие цветочки. Розеточка. Хорошенькая такая. Долго я боролась с этим сортом. Пробовала выращивать его на подоконнике, на стеллаже под разными лампами. В общем-то, у этого сорта недостаток. Вот так скручиваются листики в трубочку, в ложечку. Вот. И, в общем-то, сложно подобрать освещение. Под каким освещением лучше всего выращивать. Этот сорт. Вот. Наконец-то я долго мучилась. И нашла место, где Кузнечик. Эв Кузнечик. Чувствует себя замечательно. Розетка начала раскладываться. Уже видите, таких вот проблем. Проблемных листиков нет. Сорт хорош тем, что он очень рано зацветает, цветет долго и постоянно. Это такой цветун. У нас сегодня солнечно, поэтому у меня окошко притяненное. Так, вот это стриптокарпус. Зацветает сорт Дем Шармель. Классный сорт. Он у меня очень давно. Но компактная розеточка. То есть, это не крупный стриптокарпус. И цветет всегда обильно и долго. ТВ Жемчужина Нила. Вот, как всегда, зацветает в октябре и цветет до самой весны. Трейл и лонг в одну розеточку. Вчера поставила на фитиль. Наблюдаю. Так, это у меня Рунинг Вилд. Балт, как правильно. Вот. Здесь тоже уже бутончики проглядываются. В общем-то, скоро зацветет. Это трейлер тоже. Ли Владимир. На подоконнике, видимо, пересвет здесь. Потому что цветоносы очень такие короткие. Вот. И цветочки как будто под листиками. В общем-то, нужно убирать с подоконника. А может быть жарко. Еще здесь не пересвет, а просто жарко. Потому что это у меня южная сторона. И, в общем-то, несмотря на то, что сейчас октябрь, а днем здесь на подоконнике, наверное, в обед 26-27 градусов. Ну, то есть, видимо, жарковато красавцу. Ли Лейла. Вот. Будет зацветать уже по третьему разу. Эта розеточка у меня не очень удачная. Она у меня падала. Потом я ее перекормила. Да. Смотрим, какие листики. В общем-то, переращиваю с листика. Трейл и лонг. Еще один. Здесь уже, конечно, нужно им заняться. Поубирать вот эти вот листочки, которые уже попортились. Но сейчас нет времени этим заниматься. Да и, как вы видите, он начал активно заложил бутоны. И будет активно цвести. Это говорит о том, что даже вот эти плохие листья не стоит убирать. Потому что в каждой пазухе цветоноса. Так. Ну, это тоже трейлерочки. Здесь дансинг-трейл, танцующий трейлер. Вот. Растет. Рандита трейл. Цветет, красавица. Вот никак она у меня не хочет расти, как трейлер. Буду пробовать ее срезать верхушку. В общем-то, вот эту верхушку срежу. Ну, и попробую, в общем-то, насильно заставить ее все-таки превратиться в трейлер. Я уже пересадила. Вот. Если ваши трейлеры не хотят пасынковаться, им нужно рубить голову. Да, то есть верхушечку срезать. Потом ждать, пока появятся пасынки выращивать. И нужные пасынки оставлять. Но перед тем, как вы собираетесь делать такую процедуру, да, срубание головы вашей фиалочки. Пересадите, если ваши фиалки давно не пересажены. Вот. Заблаговременно пересадили. После пересадки дали время адаптироваться. А потом можете смело рубить голову. Потому что, если срубить голову, а фиалка давно не пересаживалась, то, в общем-то, не получится. Вот. Будут долго пасынки расти, они будут слабые. И потом, потом вам все равно нужно будет пересаживать, да, то есть освежать грунт. И, в общем-то, будет все не то. Ну и на этом все. Буду с вами прощаться. Спасибо, что были со мной все это время. Обязательно пишите комментарии, если вам было интересно. Ставьте лайки. Всем всего доброго. До свидания.